Я так варючил просто. Сейчас пока рыбу можно до этого. Сейчас же пост идет рождественский. До Святого Николая мы рыбу едим, потом уже нет. Устах уже сложился почему-то такая традиция, что на обед только суп мы едим, на ужин второй. Субтитры создавал DimaTorzok Порядок довольно такой простой. То есть у нас утром служба в 6 утра, полуночница утренняя, первый час и дневной Евангелие, апостол Евангелие. Потом у нас... Я вот не завтрак, отец Никон идет завтракать, он завтракает. Я пью только чай или кофе. Потом у нас 12 обед. Это официальная трапеза, на которой все обязательно должны быть. Ну, по возможности, конечно, я всегда говорю, что по здоровью. Если здоровье позволяет, так же и служба, и обед, все это по здоровью. Потом у нас после обеда вот отец Никон уже не выходит на работы, а у меня такой график как бы неопределенный. Если есть работа, я что-то иду делать, если нет, я не делаю. Потому что у меня есть работа и в келье, переводы, написание статьи или какая-то редактура. У меня есть работа, там, тут вот я убираюсь, там, что-нибудь. И на складах какие-то вещи переложить туда-сюда, и на улице, если это лето, то там с растениями, с поливом, да. Я вам говорил, что иногда до 11 до 12 ночи нужно поливать, потому что поливать обычно нужно вечером или рано утром. Вот. И в 5 часов у нас вечерняя служба и по вечере. Потом я что-нибудь сам себе готовлю, потому что отец Никон не ужинает. Мы же с ним, как бы у нас устав еще распределяется только на нас двоих в основном, мы же здесь постоянно вдвоем только. Отец Паисий, он тоже иногда живет, но у него, он очень больной, как бы, все время болеет, у него там, ему ничего нельзя есть, он поэтому даже на трапезу редко приходит, только по воскресеньям, а так он сам себе тоже что-то готовит, там, в том домике живет. Поэтому у нас немножко такой скитской, полускицкой устав. Тут больше какой-то самостоятельности от всех требуется. Да, зимой, конечно, особенно тишина звучит, да, как-то звонко так прям, какая тишина. Музыка. 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 Он на весь монастырь 30 киловатт. Началось с 1993 года, когда сюда приехал основатель нашего монастыря, игумен монастыря. Впоследствии он стал игуменом, тогда он был эрмонах, отец Давид Кораблев. Он из Казани, он был в Казани настоятелем Ивановского монастыря, а пострижником он был Троица Сергиевой Лавры. И он приехал туда, в Потапкино место называлось, в 10 километрах вниз по Рудке. Там он основал маленький такой скитик, скит маленький, с маленьким храмиком, маленькой кельей, банькой, с сарайчиком, и все, такое очень маленькое было место. Потом, когда люди стали приходить, он стал, ну, в храме не помещались, владыка приезжал, и решили искать новое место, строить большой храм какой-то, ну, побольше. Вот, и нашли вот это место, где раньше было село Студенка, потому что здесь речка Студенка называется. И вот на Студенке как бы решили строиться, потому что вот эта Студенка, это был поселок, который был расформирован в 58-м году уже, и здесь практически уже с того времени ничего не осталось. Здесь было такое свободное и пустое место, была линия электропередач, трансформатор уже тут постоял, можно было сразу электричество подключить. Здесь речка рядом, то есть вода рядом, речка у нее чистейшая вода, ее пить можно. Вот, мы на этой воде сначала и готовили все, носили ведрами сюда вот, здесь на костре и варили еду. Вот, и постепенно здесь вот стало строиться с 96-го, с 97-го года, а в 98-м уже заложили храм, уже возвели стены, до крыши довели. И в следующие годы его все время доделали, доделали, то крышу, то восьмерик потом даст уже. Более-менее такой вот вид он приобрел в 2004-м, наверное, году, в 2005-м. Вот, но до сих пор все равно что-то еще делаем. Вот, недавно крыльцо сделали, вот, два года назад только, вот это боковое. У храма там тоже такое полукруглое с бочкой. То есть кубку, этого купола еще нет, на пределах святого нектаря тоже надо делать. Так что постепенно все делается, вот это тоже в 2002-м, в 2003-м, наверное, строили братский корпус. Замечательно здесь, конечно, да, тихо, спокойно. Там, где я был раньше, шабашу, там тоже, конечно, место тихо, спокойно. Но там как-то много людей обычно приезжают летом, особенно здесь поменьше. Здесь все-таки пусто. Тогда, после падения Советского Союза, как раз религия так, ну, потому что церковь была гонима, у нее был очень большой авторитет, гонимая церковь. Потому что все читали эти же те новомучеников, там, как это все, как большевики там с ними расправлялись. Это все были какие-то герои такие, и все хотели им подражать, и все приходили. И потом еще 90-е, это же была такая бедность, там какие-то бандитские эти разборки, тихие 90-е. И в миру особо было как-то людям некомфортно, наверное. А в церкви находили какое-то, ну, такое вот место, такое вот, да, прибежище такое, где есть какой-то смысл, ясный какой-то, да, и Бог, да, который выше всего этого, к которому можно стремиться. И это очень многих вот так вот заставляло, и как-то, ну, заставлял задуматься, и о такой вот жизни, о том, чтобы посвятить Богу в своей жизни, и служить церкви. Да, многие в священниками становились, там, многие монахи шли. Очень большой был поток, прям все монастыри заполнились сразу монахами. Все они были разрушены, их восстанавливали героическими трудами. Сейчас, наверное, много возможностей. Вот ребята, которых я знаю, которые увлекаются, изучают богословие, там, да, вот они хотят учиться, они, у них есть возможность поехать там куда угодно, там, в Германию, да, Великобритания, там, учить языки любые, в Москве, там, какие-то встречаться с профессорами, там, какими-то наукой, серьезно заниматься. Вот в 90-е такой возможности особо не было такой прямо для гуманитарных наук. А сейчас больше гораздо таких возможностей. Какие-то международные связи, там, это все очень развивает человека. И, видимо, тоже это, ну, для этого требуется жить в миру, да, как бы. Вот если ты ушел в монастырь, то здесь уже такого развития ты не получишь. Ну, по крайней мере, с точки зрения науки, там, учебы. Тут уже можно, как бы, реализовывать то, что если ты уже приобрел, как бы, у тебя есть, и ты дальше можешь этим заниматься уже здесь. Вот эта серия, видите, вот патрология греческая. Это цветы отцы греческие, ну, и церковные писатели на греческом языке. Это репринтное здание. Минейный такой был аббат в 19 веке. Вот он издал с латинским переводом. Здесь явление было при святой Богородице, ведь. В 58-м году сюда приехали. Ну, тогда же более-менее приезжали эти жители, которые здесь жили, в гости. Вот они приедут куда-нибудь, и в Фомьял в гости, к знакомым, к родным. И сюда заезжали, на свою родину. Вместе два раза привозили кино. И вот мы, говорит, к маме пришли. Мама говорит, дай деньги на кино. А их, говорит, пять человек было. Она говорит, да нет у меня. А у них этот клуб был на ремонте, как временный клуб был за канавкилой, там напротив церкви. Вот там из досок, видимо, сделали. Они спрашивают, мам, а можно в дырочку посмотреть кино? Мать говорит, ну идите, смотрите. Вот, говорит, мы пошли там, смотрим кино в дырочку. Киномеханик вышел на улицу, увидел нас, прогнал. Мы пришли. Мать как раз вот тут вот на лавочке сидит перед домом. Вид как раз в сторону вот этой вот, речки туда. И вот, говорит, мы, говорит, мам, ну это мне дали посмотреть. Ну ладно, садитесь, говорит. Вот, мы подсели, и вот где этот пекарь сегодня, на этом месте стоп мощницкие светы, и наверху Пресвятая Богородица. Вот, мать говорит, вы уж об этом никого не говорите. 58-й год, это безбожные времена было. Вас, говорит, не поймут, будут вас дурачками считать. Ну, мы, говорит, никому не говорили, но сейчас теперь другие времена, вот решила рассказать. Есть люди, которые не могут себя найти, не зная, сами не знают, что им нужно. Таких уже очень много. Они то придут, то уйдут, то опять куда-нибудь придут. То в этом монастыре не понравится, они в другое. Ну, это... Я считаю, что это такое духовное развращение какое-то внутреннее. Потому что целостная личность может сформироваться только на одном месте, живя, особенно если это монах. И претерпевая все, что есть здесь, до конца. И только тогда из тебя может получиться человек какой-то. Чем взрослее становишься, все хотят куда-то на природу, да, все хотят какую-то дачу. Когда ты молодой, вроде хочется крутиться где-то там, бегать, что-то учиться, там, университет, город, да, это как-то естественно. А в каком-то возрасте ощущаешь, что хочется какого-то спокойствия, уединения, да. А у нас это уже есть, как бы, да, вот у нас монастырь такой. И поэтому в последние годы я как-то все больше и больше садом начинаю заниматься, тоже землей, в земле копошиться. Ну, к этому надо привыкать, это тяжело. Это не сразу дается вот так вот привыкнуть к такому уединенной жизни. А когда привыкаешь, наоборот, кажется, что вот у меня, например, наоборот, ощущение, что что-то там делать, вот в городе, где все бегают куда-то. Тут я для себя, например, чувствую, как в собственной тарелке. Это моя главная мечта, чтобы вот так, как сейчас, сохранялось как можно дольше. Субтитры подогнал «Симон»